Я вам начал рассказывать в прошлый раз о том, как Яков подошел к Эрец-Исроэль и как он переправился через Мавар-Ябок, через узкое мелкое место на речке Ябок, он перешел, ночью перенес всю свою семью на берег Эрец-Исроэль. И вдруг он вспомнил, что он что-то забыл, что-то он забыл. Кто помнит, что забыл Яков на той стороне реки Ябок? Что он там забыл? Никто не помнит, что он забыл? Он там забыл маленькие кувшины, маленькие кувшинчики. Он там забыл кувшины с маслом. Вы знаете, что потом один из этих кувшинов с ним было великое чудо, великое чудо в Хануку, а другой кувшин с маслом было еще одно чудо у женщины, у женщины, которой нечем было кормить детей. И она обратилась к пророку, чтобы он ей помог. Было чудо со вторым кувшинчиком. Из маленького кувшинчика она наполнила много-много-много-много ведер, и чашек, и кружек, и кастрюль. Все-все-все наполнила маслом из маленького кувшинчика. Потом она это масло продала, и она смогла заплатить все долги. Так вот, как раз эти самые кувшинчики Яков забыл на той стороне реки, и он сразу же отправился обратно забрать эти кувшинчики. Вы знаете, что злодеи, они не работают тяжело, все им достается легко, они грабят, они отнимают, они воруют. И поэтому, когда у них что-то забывается или пропадает, им все равно, я сворую еще что-нибудь, я ограблю еще кого-нибудь, думает злодей. Ему не важно, что у него что-то испортилось, сломалось, потерялось. Праведники, они никогда, никогда ни у кого чужого ничего не берут. Они никогда не берут ничего чужого, поэтому праведники, они работают, они тяжело работают за каждую самую маленькую вещь, самую простую. Он работал, он трудился, он ее заработал своим трудом. Поэтому праведники, они всегда берегут свои вещи, не ломают их, не бросают их, не забывают их. Если он забыл, то он вернулся. Итак, когда мы видим человека, который не бережет свои вещи, который рвет их, ломает, портит, выбрасывает, забывает, мы сразу понимаем, что он эти вещи добыл неправедным трудом. А если мы видим человека, который бережет свои вещи, бережет свою одежду, не пачкает ее, не рвет, бережет свои игрушки, мы сразу понимаем, что он праведник. Так вот, Яков вернулся на обратную сторону реки Ябок, чтобы забрать кувшинчики. И вдруг он видит там что-то очень-очень темное и страшное. Что-то такое в тени стоит, похоже, как будто там стоит человек. Чёрный-причёрный. И этот чёрный-причёрный, он набрасывается на Якова. И что это такое, Яков не знал? Яков думал, что там стоит какой-то человек, который на него напал. На самом деле, на самом деле, на него напал ангел Эсава. Ангел Эсава хотел отобрать у него благословения, которые дал папа Ицхок. Я вот искал рисунок, где был бы нарисован такой страшный-престрашный ангел. Я нашёл вот такого вот страшного ангела с мечом, вот такого, с крыльями такими, с чёрными, с мечом, злой-призлой. Наверное, это ангел Эсава. Он набросился на Якова и хотел его, хотел его ограбить, хотел отнять у него благословение Ицхака. Яков схватил его крепко-крепко за руки, чтобы он не мог, чтобы он не мог ему ничего плохого сделать. Яков удержал, он шем дал ему такие силы, потому что он был праведник, что он мог удерживать ангела. Ой, ангел Эсава хотел освободиться от Якова, он хотел его ударить, хотел его повалить. Яков держал его очень крепко, и тогда ангел начал пинаться, пинаться, пинаться ногами, ногами, ногами. И так они пинались ногами, так они толкались и пинались, чтобы Якову не упасть, и чтобы ангел Эсава не смог его повалить, что поднялась пыль, пыль от их борьбы поднялась до самых, до самых небес. Всю ночь, всю ночь ангел Эсава пытался победить Якова. Вы знаете, что ангелы, они сражаются не своей силой, да, они сражаются своим духом. Если бы ангел Эсава нашел какой-нибудь маленький грех, маленькое какое-нибудь плохое что-то у Якова, что он совершил, то он бы мог победить. Но Яков был таким праведником, что ангел Эсава не смог найти у него ни одного греха, ни одного плохого поступка, и он не мог его одолеть, победить. Всю ночь, всю ночь они боролись, сражались, и ангел Эсава не смог сделать Якову ничего. А вы знаете, что утром, когда наступает утро, все-все-все-все ангелы, все они обязаны подняться к трону Ашема и петь Ашему утреннюю песню. И вот пришло время ангелу подняться к Ашему и петь ему утреннюю песню вместе со всеми остальными ангелами. Он не может, Яков его не отпускает. Яков его держит очень крепко, не отпускает его. И тогда ангел Эсава сказал, отпусти меня, отпусти меня, я должен уходить. Яков сказал, нет, я тебя не отпущу. Он уже понял, с кем он сражается. Он сказал, я тебя не отпущу до тех пор, пока ты сам меня не благословишь. Он хотел отнять у Якова благословение, которое дал ему Ицхак. Теперь Яков говорит, я тебя не отпущу, пока ты сам не дашь мне еще благословение. Он не хотел давать ему благословение, он хотел вырваться, но Яков держал его очень крепко. Он не давал ему вырваться. Нет, 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 пока ты меня не благословишь, я тебя не отпущу, сказал Яков. И тогда ангел Эсава, он понял, что у него нет никакого выхода, он должен благословить Якова. Он спросил у Якова, как тебя зовут, чтобы благословить, он должен знать, как его зовут. Тогда Яков ему ответил, меня зовут Яков. А, вы помните, что Яков это от слова обойдет, перехитрит. И ангел Эсава, он сказал, тебе следует зваться не Яковом, который обходит и хитрит, тебя следует называть Исроэль, Исроэль, сражающийся, побеждающий ангелов. Вот как тебя следует называть победителя ангелов от слова Сориса. Сориса победил, преодолел ангела. И он его благословил, он признал, что Якову по праву принадлежат все те благословения, которые дал ему Ицхок. И он сказал, что у Якова будет много-много детей, что он будет господином над всеми своими родственниками, что он будет самым важным и самым главным во всем мире. А после этого Яков, Яков, он спросил у него, а как, как тебя зовут? Ангел Эсава сказал, а зачем тебе знать мое имя? Зачем тебе знать мое имя? Ангелы, они не имеют постоянного имени. Какое у них задание, какое задание им дает Ашем, такое у них имя. Оно каждый раз меняется. Когда Ашем посылает ангела что-то, кого-то вылечить, то этот ангел получает имя Рефаэль. Когда он посылает его с кем-то сражаться, кого-то победить, то он получает имя Гавриэль. Тот же самый ангел, может быть. Ангелы, они получают то имя, с каким заданием их Ашем посылает. Сейчас этот ангел был ангелом Эсава. Он спросил, зачем тебе Яков? Зачем тебе, Исраэль, знать мое имя? Оно изменится. Сейчас меня так зовут, потом меня будут звать по-другому. Я служу Ашему. И вот после того, как ангел Эсава благословил Якова, Яков его отпустил. Как только он его отпустил, ангел этого злодея Эсава, он его ударил. Ударил по ноге. Ой, 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 как больно он его ударил. Так что косточка Гид-Анушея, косточка, которая называется Гид-Анушея, она даже сошла с места, Яков стал хромать. И он сразу улетел, сразу скорее, 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 скорее улетел, потому что он должен предстать перед Ашемом и вместе со всеми ангелами петь песню. Яков подобрал маленькие кувшинчики, и он, прихрамывая, вернулся на сторону Эр-Цес-Рой, перешел обратно Мавар-Ябок, речку Ябок, он перешел ее. Взошло солнце, и Ашем сделал так, чтобы солнце, солнечные лучи сразу излечили Якова, чтобы он больше не хромал. Он сразу выздоровел. Но потому что Яков получил удар от ангела, Яков это запомнил, Яков решил, и это стало законом Торы, что с этих пор, когда евреи кушают мясо, мясо коровы, мясо козы, мясо овечки, то они ни в коем случае не кушают мясо с того места, где нога прикрепляется к телу, которая называется косточка Гид-Аноше. Гид-Аноше до сегодняшнего дня евреи ни в коем случае не кушают, это не кошерно, они это оставляют в сторонке, отдают не евреям или отдают собачкам, кошечкам, но евреи это не кушают в память о том, что именно в эту косточку в Гид-Аноше ударил Якова, ангел Эсава. Что? Справа или слева, и справа, и слева вообще не кушают это место, где Гид-Аноше, ни справа, ни слева, ни спереди, ни сзади. Потому что у животных они же не сделаны так, как люди, да, у них четыре ноги, а не две. Так у них есть четыре Гид-Аноше, и евреи не кушают Гид-Аноше ни из одной ноги, ни с правой, ни с левой, ни с передних, ни с задних. Так, ой, Яков почувствовал, что он выздоровел, он собрал всю свою семью, и он пошел навстречу Эсаву. Теперь, когда он получил благословение от ангела Эсава, теперь он уже не так боится встретиться со своим братом. Эсав, вы помните, что он получил, он получил Ну-Ну-Ну. От кого он получил Ну-Ну-Ну? От ангелов, которых посылал Яков. Он получил, он получил наказание за то, что он вел себя не так, как положено вести. Внуку Авраама, сыну Ицхока, брату Якова. А Эсав теперь боится встретиться с Яковом. Он понял, что Яков очень сильный, он очень большой праведник. И Эсав не может сейчас с ним сделать ничего плохого. И все его солдаты, 400 человек, они все разбежались, они боятся, что их победят. Кроме того, Эсав получил много-много-много подарков. Помните, сколько подарков Яков ему послал? Еще подарок, еще подарок, еще подарок, еще подарок. Эсав уже не хочет воевать с Яковом. Он боится, ему понравились подарки, он любит получать подарки. Не нужно работать, не нужно ничего делать, сразу все получаешь готовое. Эсав увидел, что у Якова есть большая-большая семья. У него, сколько у него жен? Четыре жены. Лея, Рохель, Бильго и Зильпа. И у него 12 сыновей. А где, а где, пока еще 11 сыновей. 12 еще не родился, Беньемин еще не родился. 11 сыновей. А где же его дочка? Где, где Дина? Куда делась Дина? А Дину спрятали в коробочку. Такую коробочку взяли, большую, как Тейва, коробочка. И спрятали туда Дину, чтобы Эсав не захотел ее забрать. Дина была очень-очень-очень красивая. И очень-очень-очень праведная. И Яков не хотел, чтобы она досталась злодею Эсаву. Может быть, может быть, если бы Яков, если бы Яков не спрятал Дину, если бы Дина стала действительно женой Эсава, может быть, она смогла бы его исправить. Может быть, она даже смогла бы научить его вести себя правильно, хорошо. Может быть, она сделала бы из Эсава праведника. Мы не знаем. У Дины была очень-очень большая сила. Она ничего особенного не делала. Но те, кто с ней имел дело, им сразу не хотелось делать, совершать плохих поступков. Им сразу хотелось стать праведниками. Такая была у Дины сила. Но Эсав ее не увидел, потому что она была спрятана. О, Яков, когда он подходил к Эсаву, он специально злодеи любит, когда им оказывают уважение, когда им кланяются, Яков ему поклонился. Еще раз поклонился. Прошел еще немножко, еще раз поклонился. Еще немножко прошел, еще раз поклонился. Семь раз, семь раз Яков поклонился Эсаву, чтобы Эсав, чтобы Эсав на него не злился, чтобы он относился к нему хорошо, чтобы... О! Эсав вдруг почувствовал внутри, в его животе, он почувствовал, ой, Яков, Яков, мой единственный брат, он пришел, он мне кланяется, он меня уважает. Ой, ой, Яков! И он вдруг обнял Якова. И тут он вдруг вспомнил, что он злодей Эсав и захотел, и захотел Якова укусить. Он хотел Якова укусить. А Шем сделал чудо, и у Якова шея стала твердая, как самый твердый камень. И когда, и когда Эсав хотел его укусить, больно, он чуть не сломал себе все зубы. Чуть не сломал себе все зубы, и тогда он скорее, скорее стал Якова целовать. Ой, как я тебя люблю, Яков! Ой, Ой, Яков, братик мой, братик! Ой, я тебя очень люблю! Потом он поднял глаза, и он увидел всю большую семью Якова, и много-много слуг, и много-много верблюдов, и ослов, и быков, и баранов. У-у-у-у! Огромный, огромный лагерь! Это все, это все твое? Это все твое? Удивился Исав. Мы с тобой все время спорили. Я хотел получить этот мир, а ты хотел получить Олам-Абба, мир грядущий. Как же так получилось, что ты вдруг получил в этом мире, в этом мире такое богатство? Яков, Яков, он ответил, он ответил, потому что все, что у меня есть, мне дал Ашем. Тот, кто хочет получить Тору, тот, кто хочет получить Олам-Абба, Ашем ему помогает, Ашем любит его, Ашем дает ему все, что ему нужно. А тот, кто хочет получить побольше, побольше, побольше в этом мире, только всего-всего материального, только всего богатства, и денег побольше, и еды побольше, и питья побольше, ну, в этом мире, в этом мире он может, может получить много всего. Но лам-аба у него никакого ничего не будет. И тогда вся семья Якова стали подходить и здороваться с Исавом, тоже ему кланяться. Подошла сначала Зильпо, и она ему поклонилась. Вместе с Зильпой подошли два ее сына и тоже поклонились ему. Потом подошла Бильго со своими двумя сыновьями, и они тоже Исаву поклонились. Потом подошла Лео. Сколько у Леи сыновей? Шесть, совершенно верно. Они тоже все поклонились. Потом подошла... А, нет, подошел. Йосеф, он подошел первым впереди Рахели, своей мамы. Он ее заслонил, чтобы Исав своими противными Исавскими глазами на нее не смотрел. И чтобы он не захотел ее отобрать. Яков... Йосеф, он не боялся Исава. Йосеф, он победит Исава. Если Исав только попробует с ним воевать, Йосеф его победит. Он посмотрел, он закрыл так с собой. Он был маленький еще, совсем мальчик. Но он встал впереди мамы Рахели. Он ее защитил. Он закрыл ее. И он посмотрел прямо в глаза Исаву. Исав посмотрел на него в глаза ему. И Исава вдруг стала страшно. Он понял, что Исав сильнее него. Хотя он еще маленький мальчик. Но он его победит. Что с Исавом ему лучше, лучше не ссориться. Ой, Исав испугался. И он сразу, сразу отвел свой взгляд Исавский. И больше ни на кого смотреть не хотел. И больше никого не хотел обижать. Он очень-очень испугался Исава. Ой, Исав спросил. А, Ах, Яков, а вот все эти подарки, которые я получил, что это такое? Почему ты мне вдруг дал столько много подарков? А, Яков ему сказал. Это я тебе подарил. Это я тебе подарил, чтобы ты не обижался. Чтобы ты со мной не ссорился. Чтобы мы жили мирно и дружно. Ой, ты знаешь, Яков, у меня всего так много. Я такой богатый. У меня столько всего есть. Да мне ничего не надо. Сказал Исав. Яков ему сказал. Ну, все равно, все равно. Ты возьми. Потому что у меня есть достаточно всего, что мне нужно. Ашем мне дал. У меня всего хватает. Посмотрите, как сказал Исав. Как сказал Яков. Исав сказал. Я богатый. У меня много. А Яков, он сказал. У меня достаточно. Сколько Ашем мне дал, столько мне хватает. Потому что злодеи, они любят хвастаться, что у них много, что у них, о, они богатые, они сильные, они и такие, они всякие. А праведники, праведники, они скромные. И все, что у них есть, они говорят, что им достаточно. Им действительно этого достаточно, потому что все, что человеку нужно, все ему дает Ашем. Ашем дает каждому человеку все, что ему нужно. И если кто-то думает, что Ашем ему не дал достаточно, нет, это неправильно. Ашем дал ровно столько, сколько нужно каждому человеку. Если человек думает, что ему не хватает, это значит, что он просто не умеет правильно пользоваться тем, что ему дал Ашем. Если ему будет нужно еще, Ашем ему даст еще. Каждый маленький-маленький младенчик, когда он рождается, Ашем сразу, с самого начала, готовит для него все, что ему нужно для всей его жизни. О! И Исаав, он сказал, Иаков, я тебя так люблю, я тебя так люблю, пойдем со мной вместе, вместе мы пойдем, жить будем рядышком, в соседних шатрах, мы будем с тобой дружить, мы будем ходить друг к другу в гости. Пошли скорее, пошли скорее. Иаков сказал, спасибо, спасибо, но я не могу так быстро идти. У меня маленькие детки. И у меня маленькие овечки-ягнята. Если я пойду быстро, они упадут, они устанут, и они могут, не дай бог, заболеть и умереть. Нет, нет, давай ты, Исаав, пойдешь впереди меня быстро, а я потихонечку, 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 я к тебе потом, потом, потом я к тебе приду. Вы знаете, когда Иаков придет к Исааву, когда придет Маши, вот тогда, тогда мы сможем прийти к потомкам Исаава, и они не посмеют сделать нам ничего плохого, и они подчинятся нам, и не будут больше никогда с нами воевать. Исаав сказал, ну, хорошо, ладно, ты иди потихоньку, я дам тебе охрану своих солдат. Иаков сказал, нет, спасибо, спасибо, зачем, зачем мне солдаты? На меня никто не нападает, на меня никто не обижает, я потихонечку приду, не волнуйся, не волнуйся, и твоих солдат мне тоже не надо. Исаав пошел быстро-быстро к себе домой на гору Сыр, а Яков потихонечку, потихонечку пошел, пошел навстречу со своим папой Сыцкоком. Вы знаете, что когда Яков уходил из Эрц-Исраэль, он что-то пообещал, что когда он вернется в Эрц-Исраэль, если Ашем ему поможет, что что-то он сделает. И вот он теперь вернулся в Эрц-Исраэль. И Ашем ему помог, но он что-то забыл. Что-то он забыл, что он обещал Ашему. Что он обещал? Что Яков забыл? Забыл, что он обещал Ашему, когда он вернется в Эрц-Исраэль. Кто знает? Кто помнит? Никто не помнит? Он сказал, что все, что Ашем поможет ему. А? Что? Что Яша? Что? Не понял. Жертвуя, жертвуя, жертвуя. Совершенно верно. Что он отдаст десятую часть, Маасер, от всего, что он заработает, он принесет жертву Ашему. Что он отдаст Ашему десятую часть от всего, что он заработает. Ой, он забыл, он забыл. В следующий раз я вам расскажу, что случилось из-за того, что Яков забыл про свое обещание. Мы должны всегда помнить про свои обещания, никогда про них не забывать и обязательно исполнять все, что мы пообещали. Бейзрат Ашем, Блинедер, я вам в следующий раз расскажу, что случилось из-за того, что Яков забыл про свое обещание. Он был там много-много лет у Лавана и он забыл про свое обещание. И что из-за этого случилось, я вам расскажу в следующий раз. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...